Продолжаем проводить Pokemon Black 2. Мы идём в Twist Mountain, в предыдущей серии зашли в комнату, где можно с помощью ключей и интернета призывать себе реджерогов, реджистилов и прочих реджайсов. Но по очевидным причинам мы этого делать не стали, так что пора двигаться дальше. У нас есть более важные цели, чем связываться с всякими интернетами и глючными ивентами, тем более, что всё равно время этих покемонов давным-давно уже прошло, так сказать. А здесь есть Ice Rock, мы сразу же попали в глубину этого Twist Mountain. То бишь, по возможности я бы просто вызвать сейчас сражение с Диким Покемоном, что, к счастью, довольно легко сделать, и попробовать убежать от него. Я забыл одну вещь. Во-первых, нужно переключить Иви на первое место, и во-вторых, всё-таки с оборотом, что ли, немного здоровья прибавить. Ну ладно, посмотрим. Так, ещё раз попробуем. Иди, Иви, воюй, сражайся, мочи всех. Правда, Ивичка, наверное, может что-то подобное сделать, может только миленько трясти ушками и хвостиком, но ладно. Так, главное было показать покемона, что он может что-то сделать. Ну, вернее, показаться и заработать немножко опыта. Хоть есть, конечно, эксп-шер, менее опасный вариант. Ну, наоборот, это не важно. Левел ап, левел ап, всё. Что? Иви эволюционирует. Поздравляем, ваш Иви эволюционировал в Глассиона. Ня, какая прелесть. Ну что ж, ладно, это, по сути, было просто символично, конечно, потому что Глассиона у меня не будет, всё-таки, главным покемоном, которого ещё нужно будет очень долго раскачивать. Так что, это было просто уже чисто ради того, чтобы была какая-то цель в приходе в это место. Ну ладно, по крайней мере, это я сделал, а можно сваливать из этого места уже, как можно, быстрее. Ладно, так... Мне ещё нужно не забывать самое главное, то, что у меня есть важные ивенты, связанные с легендарными покемонами и маскотами, которых мне нужно тоже встретить, между прочим. Я ведь их точно не получил, ни одного, вообще, абсолютно. Просто потому, что я пока ещё пропустил все эти ивенты, я занимаюсь тут всякой мелочью, а всё самое вкусное оставил на потом. Это, конечно, не самая лучшая тактика. Ну, ладно, посмотрим. Нужно сначала выйти из этого места, и когда мы прибудем в город Иссерус, тогда уже... Или Иккирус, уже не знаю, как точно читать это название. Уже тогда можно будет точно решить, что нам стоит делать. Тут два входа, я смотрю, в эту комнату с ледяной скалой. Ну и, разумеется, в каждом из них есть отдель... Фу-ты. Короче говоря, здесь огромный лабиринт, здесь, как и в прошлой игре, то это в отличие от неё, здесь нету знакомых персонажей. Если ты ищешь чего-то в этом пустом месте, ты можешь найти определённые вещи. Как вот эту окаменелость, которую я нашёл? Возьми её. Да, вот у чувака можно брать окаменелости вроде как каждый день, типа того. Если придёшь завтра, ты можешь найти ещё одну окаменелость сам по себе. И приходи и поиграй, если хочешь. Сам найти, или всё-таки он мне её даст. Неважно. Ладно. Зимой, естественно, здесь большая часть этой местности завалена снегом, и всё, я, разумеется, откопать сейчас не смогу. Там где-то внизу ещё экскаваторы находятся. Сейчас, как я, да, тоже засыпалась снегом, судя по всему. Ну, разумеется, это просто короткая пробежка сейчас будет, так вот, чтобы ознакомиться с основной частью этой местности. Здесь, смотрю, этажи позасыпали частично, и уже далеко не везде можно попасть. Ну, в общем, всё равно довольно интересная местость. Забавно, не так ли? Я вроде бы стою над вещью, но взять её я не могу, просто потому что эта вещь находится под снегом. Да уж, кошмар. Здесь, конечно, не стоит задерживаться, но, в принципе, ничего особенно интересного нет, ну, посмотрим. Не знаю, сколько мне времени понадобится, чтобы всё это осмотреть. Частично хотя бы, опять же. Просто потому что мне ещё придётся сюда вернуться в будущем. В далёком будущем, разумеется. Это было два года назад, с тех пор, как я нашёл себя здесь, на Twist Mountain. Теперь я использую этот шанс, чтобы протестировать результаты моей тренировки. Да-да-да, конечно. Почему всё так уверенно, как будто ваша тренировка имеет какие-то результаты? Кроме того, что вы просто тратите своё время впустую, сражаясь со всей подряд. Ой, я забыл то, что вы давно уже... Мы уже давно не лечились, так сказать. Ну, ладно, ничего страшного. Выдержим с помощью чего-нибудь такого вот простого. Раппортост. Ой, это была ошибка, конечно, но ладно, ничего страшного. Даже ретёрт довольно мощно бьёт, кстати говоря. Так... Эм... Нехило, между прочим, ударил. Ладно. К сожалению, конечно, высокую уровень это не панацея от всего. Даже вот этот вот Рампордос на 30 уровней ниже меня всё равно смог показать, где раки зимуют. Ну, ничего страшного. Эм... Похоже, немножко недооценил опять-таки низкого уровня покемонов. Слишком крутые для меня. Ну, ладно, ничего страшного, ничего страшного. Блин. Я, конечно, не готов ко всем этим сражениям, просто потому, что они мне не нужны сейчас никак, абсолютно. Но приходится их пока что потерпеть. А если уж мне хочется просто уж хотя бы для галочки всё исследовать до конца, так сказать. Так. Ой, да удовольствие лучи. Ммм, да уж. Ладно, допустим. Может. Короче, суперсилу использовать эту сволочь. На, сдохни. Сработало. Фух. Кошмар. Левел ап. Даже самая интенсивная тренировка не даёт тебе гарантированную победу. Вот в том-то и проблемы, конечно. До сих пор обудряюсь проигрывать иногда. Если здесь есть кто-то типа меня, кто решил посвятить жизнь только тренировке, тогда есть ли те, кто, как ты, посвящает себе только приключениям, пришествиям? Может быть. Это он здесь свой личный схрон охранял. С большим куском золота. Ну что ж, неплохо, конечно. Так. Так. Ммм, да уж. Хорошо повоевали, блин. Где-то были ещё ревайвы. Последний ревайв обычный остался. Ну, конечно, можно купить. Но я, опять же, не хочу тратить лишний раз деньги, пользуюсь только вот тем, что у меня изначально имеется. Так. Макс и тер, Макс и тер, Макс и тер. Или просто тер сожрать. В принципе, теров тоже полно. Раз, два. Всё. Я не помню точно, есть ли здесь в этой игре конкретно проход. Вон, блин, зачем мне нужно париться с лечениями, если здесь уже медсестра есть. Я не знаю, есть ли здесь конкретный проход к городу Иссерус. По идее, он должен быть. Но, опять же, это целый лабиринт, и я даже толком не знаю, куда мне стоит идти в первую очередь. Назад. Главное, не выйти назад на предыдущей локации. Битва за мою любовь к покемонам. Ну да. Медсестра, которая торчит здесь, в этом месте, использует покемоны с самым высоким показателем ХП из всех покемонов вообще известных. Ну ладно, нас здесь остановят, конечно. Пак, знаете, ХП, это ещё не решает всё. Особенно, если ты используешь какие-нибудь критералхиты. Ох. Что, серьёзно, что ли? Даже против меня она использует фулл рестор. Даже какая-то долбанная медсестра их имеет с собой. Как-то обидно, не знаю. Твоя любовь к покемонам по-настоящему прошла насквозь, типа того. Допустим. Вот твоя любовь к покемонам. Вот моя любовь к покемонам. Пара шприцов в бок. И готова бежать дальше. Моя любовь к покемонам всегда сделает их... Заставит их чувствовать себя лучше. Ну и за это, конечно, спасибо. Вообще, просто не хочу сейчас заранее лезть на высоты этой части уровня. Потому что не уверен, что я потом не пущу что-нибудь годное и важное. Чтобы потом можно было вернуться сюда в другой сезон и поискать всё это дело. Когда ты гуляешь по снегу, твои ноги топятся глубже, чем обычно. Сенсация такая сильная и захватывающая. Наркоман, что ли? Какая сенсация вообще? Чего-то особенного. Ну ладно, допустим. В целом, вроде бы, ландшафт здесь не изменился пока что. В отличие от релик Кастла, который там весь сам по себе обрушивается. Но, конечно, это ещё ничего не значит. Да и опять же, я тоже не уверен в том, куда я иду. Место, в общем, не запоминающееся, по сути. Если я случайно уже выйду куда-нибудь наружу в город Иссерус, видимо, это будет тоже просто судьба, видимо, не знаю. Так. Здесь тоже повсюду вещи раскиданы. Вообще, этот выход, кажется, находится где-то здесь. Я помню, что я встречался здесь и с Клейм тоже, и с Чередом дрался недалеко. Но где-то именно было уже вспомнить трудно. Тяжёлое... Что-то там, дыхать, когда ты используешь психического покемона, заботиться о нём. Теперь я сломаю всё и возьму это легко. Прекрасно. Это очень хороший брифинг. Ну, по крайней мере, сразу видно, что здесь тоже люди чем-то занимаются. Правда, чем непонятно. Просто слоняются туда-сюда. Вроде бы не работники, не шахтёры. Просто тупят, не знаю, как ещё назвать. Ну, ладно. Есть тоже их проблемы. Ещё один покемон с первого поколения. Хех, приятная встреча. Ох, я вижу. Если тренер начинает крутиться вокруг, его покемон и пострадает. Вроде не крутится, а лениться, вроде как. Настоящий работник работает вместе со своими покемонами. Ты не можешь просто заставить покемона делать всю работу, пока ты лентяй или лентяйничаешь. Фу ты, как это назвать. Короче, вы ни хрена не делаешь. Ну, это, конечно, логичное заявление. Трудно не согласиться. Эджек Бутон. Вроде бы это тоже одноразовая вещь, кажется. Хотя выглядит как многоиспользованная какая-нибудь... Ну, в конце концов, кнопка-то есть кнопка? Нажал и она сломалась, что ли? Хотя пульт Колореса почему-то сломался после одного нажатия моими кривыми руками. Ну, может быть, как раз и дело в моих руках. А не в чём-то ещё. Так, и здесь я, получается, выхожу именно, что основной выход к Иссирусу или нет? Ну-ка. А, нет-нет-нет, понятно. Тот же вход, который находился здесь же рядом. А проход к Иссирусу всё-таки должен находиться где-то здесь, по идее. Теоретически. Я в этом не уверен. Столько всего, что можно здесь исследовать, опять же. Ну-ка, конечно, желания не так уж много. Так, а здесь стоит колпак. Гениальное преграждение. Слушайте, они не смогли придумать человека, который переграждает дверь. Поставили здесь тупо колпак, который нельзя пройти. Ну что за гения? Кошмар. Привет, я про тяжёлые машины. И ты, ты любишь большие грузовики? Вернее, construction trucks, excavator, это круто, ладно, неважно. Ладно, я знал это. Они довольно крутые, да? Теперь дам тебе вопрос. Есть пять вопросов вместе. Если ты ответишь на них все вместе, я дам тебе подарок. Итак, для краткости, квиз по грузовикам. Теперь вот вопрос. Какое место самое знаменитое для старого крана? Хм. Для старого крана Вербанк, Дрифтвеллан, Делли и Гумилау. Близко, слишком плохо. Эх, ладно, хрен с тобой. У меня ваши квизы, в общем-то, особо не интересные. Я уже, честно говоря, просто хочу подвинуться дальше. Я понимаю, что я ещё не всё исследовал, что я там кое-что упустил из вещей. Но, в конце концов, свою цель я уже достиг. Я уже нашёл Айсок, так что у меня, в принципе, нет с чем-то было задерживаться. У нас есть всё-таки ещё и более важные дела, не так ли? Да уж, тут столько всего, что можно ещё посмотреть. И сколько всего, чего я ещё не посмотрю, потому что я это просто упускаю, к сожалению. В конце концов, ну, что поделать. Я ведь так и так упускаю некоторые ивенты, упускаю некоторые диких покемонов и так далее. Поэтому, если я упускаю какие-то вещи, уже хрен скидит, что уж там. Парусь, как идиот, в самом деле. Горд и Сирус. Когда замерзают эти мокрые земли, тут скользкая. А, имеется в виду лужи, все эти замерзают. Интересно, как покемоны продвигаются по этим землям, типа того. Ну да, в зависимости от сезона здесь тоже всё замерзает. Появляются новые снежные заносы, по которым можно забраться. Вот сюда, например, можно забраться зимой только, вроде как. Тоже, чтобы собрать уникальные вещи, там есть какие-то поболтать. Даже кто себе дом отгрохал уже здесь, где его никто не увидит. Мы собираемся сделать больше земли, но мы поняли, что это причитит проблемы для покемонов, живущих в море. Ох, не говори моей девушке. Что? Это что, член команды Магма, получается? Если он говорит, что он хотел сделать больше земли. Хм, интересно. Мы попытались расширить океан, но там могла быть угроза для покемонов, живущих на земле. Это могло сделать покемонов в океане грустными. Ох, это секрет для моего драгоценного бойфренда. А это, видимо, член команды Аква. Ну да-да-да, это явная отсылка к ним. Ха-ха, это очень круто. Я, может быть, и не выгляжу таким, но я звуковой дизайнер. Я хотел, чтобы люди слышали мою чудесную музыку, так что я путешествую по всем этим местам. Как расчет того, чтобы послушать мою музыку, любимую? Ладно. Что ж, хорошо слушай тогда. А, понятно. Получается, что весь смысл бы просто то, чтобы постоять рядом с ним и все. Ну ладно, извиняй, чувак, но у нас есть более важные дела. Конечно, забавно было поговорить с бывшими членами команды Аква и Магма. Но ничего страшного, мы с ним еще встретимся потом, когда будем проходить о Мега Рубе. Правда, конечно, конфронтация по очевидным причинам будет только с командой Магма. Но все-таки те и другие будут присутствовать так и так понемножку. Ну-ка посмотрим, что тут еще интересного у нас припасли в этом городке. Кстати, какой-то бы назывался точно. Город Иссерус. Город, покрытый цветами снега или типа того. И подснежниками. И все те же четыре болвана все продолжают танцевать даже спустя два года. Какая же у них скучная жизнь, я бы сказал. За один крутится мир... Мир... Вернее, вот этот Дивайдет... Ах, ладно, не важно. Какую-то идиотскую песню, очевидно. Идеалы, правда. Два дракона. Два наркомана. Правда, идеалы. Двигаем рукой в землю, типа того. Да уж. Разделены слиятелями, объединены слиятелями. Что с ними такое вообще? Я понимаю, конечно, что они поют, но все-таки это... Какая-то идиотская песня получается. Если пытаюсь ее по крайней мере прочитать, очень тупо звучит. Хотя, может быть, это лично моя проблема, конечно. Ну-ка, что это за здание? Ух ты, фан-клуб, скорее всего. Ахм. Я председатель, тот, кто любит покемонов по всем покефанам во всем мире. Если ты тренер, ты покажешь мне, как ты выращиваешь своего покемона с любовью и заботой? О, какого покемона ты мне покажешь? Ну, естественно, того, который у меня помер раз 50. Этот саморот был уровня пятого, когда ты встретил его, а теперь это уровень 94. Круто, да? Ты вырастил его неплохо. Я чувствую твою любовь к этому покемону. Клин, все и так. Странная, вроде бы я уже получал эту вещь, разве нет? Это знак моей благодарности за то, что показало мне великую любовь к этому покемону. Ну, ладно. Довольно милое место, кстати говоря. Блин, они столько покемонов нарисовали за пределами их покеболов. Погли бы уже и шагающих покемонов сделать, как в Фёрд Голде было, сволочи. Дорогу пожаловать в покемонский фан-клуб. Должна ли я проверить, насколько дружественный твой покемон к тебе? Ох, мой твой саморот. Он супер дружественный к тебе. Я немножко завидую. Ну, ладно, спасибо моему саморотику, что он все еще терпит все мои поражения случайные. Да, фанаты всех покемонов. Покемонский фан-клуб. Ну, да, все равно догадаться, конечно. И тут же и стадион находится. Беруссен был окружен ледяными покемонами и тренировался в боевом искусстве, даже когда он был ребенком. Он стал настоящей звездой фильмов, используя этот опыт. Ну-ка. Стадион Иссеруса. Естественно, недействительный уже. Так круто, не так ли? И холодно. Эта сильная фигура стоит там позади. Сильная фигура? Ну, ладно. Все те же ловушки здесь, конечно, остались, но, понятное дело, смысла в них немного. Потому что сам стадион, по факту, уже заброшенный. Все, кто здесь находится, видимо, просто торчат здесь на память. Равно как и Клайд, например, тот же. Теперь он свежую воду уже не раздает мне, сволочь. Ну-ка, тут что интересного. Ну, разумеется, как в прошлый раз, тоже здесь придется попотеть, чтобы попасть до конца. Просто хочу немножко поговорить с Брюссеном. Он вроде как здесь торчит сейчас. И, более того, с ним можно будет не только поговорить, но еще убедить его сниматься дальше в фильмах. Если я, конечно, постараюсь его убедить в этом, так сказать. Если я, конечно, еще вспомню, как здесь нужно двигаться дальше, чтобы можно было пройти. Ну-ка. Как-то так получается. Да, все верно. По крайней мере, сейчас здесь меня не мучают вызовщики. Это все равно приятно, как ни крути. Так. Еще те же пропасти. До сих пор такие же пугающие и страшные. Ну, нас-то никогда не останавливало. Как крайне, так и сейчас. Ох, не обращайте внимания, конечно, на мою болтовню бессмысленную. Так. Я просто пытаюсь хоть как-то забить этот эфир, если можно так выразиться. Ну-ка. Ай, черт, слился. Прошу прощения. Вот так одно неверное движение, когда бывает, рушит всю картину. Причем рушит действительно так нехило. Блин, теперь все заново начинать. Ну-ка. Стоп, как мне нужно было идти обратно-то вообще. Вот, как-то так. Продолжение следует... фуф, ну наконец-то, я уж думал, если никак не смогу здесь пройти, если не сосредоточить хорошенько. Почему он здесь торчит, непонятно вообще. Медитирует, видимо, или типа того. Ну, если не ошибаюсь, сейчас он направился в студию Покестар, где можно с ним сняться в продолжении фильма с его участием конкретным. Там есть много фильмов, в которых Брюсон не участвует, но одна серия фильмов там довольно-таки сложноватая в целом. Ох, я извиняюсь, Брюсон решил попытаться вернуться к его путям актера. Прямо сейчас он работает в студии Покестар, как он быстро, однако, туда телепортировался, я бы сказал. Ну ладно, нам в студии Покестар делать нечего, опять же, как я уже говорил, я не буду записывать все это дело, пока это никому не понадобится. Разве что кто-то попросит меня, опять же, о том, чтобы я записывал фильм из студии Покестар, потому что там тоже довольно много всего, что можно посмотреть, опять же. Всегда башня ломается, рушивая ветер и снег, или что-то типа того. Возможно, это присутствие говорит нам не забывать мечты и идеалы. Как уж, однако, много народу заполнило слово идеалы. Привет, прямо сюда, пожалуйста. Интересно, вбешивающее, сжигающее, поджигающее, замораживающее, это Пепквиз, сегодняшний вызовщик этот человек. Ладно, привет, Пепквиз начинается прямо сейчас. Отвечай на страшные вопросы и смотри, как твой мозг взрывается. Давай начнем с вопроса. Удачи. Вопрос. Что в заботе покемонов, что вращает слабого покемона с его чем-то там? Не понял. Ох, мой, это очень ужасный вопрос, очень сложный вопрос, короче говоря. Может ли вызовщик дать ответ на него? Подсказка, подсказка. Ох, ох, аудиенция просит подсказки. Ладно, я дам тебе подсказку. Подсказка, это не уродный покемон. Ха-ха, это хорошая подсказка. Вызовщик, пожалуйста, отвечай. Что в заботе покемонов, что вращает слабого покемона с... Ни хрена не понял, честно говоря. Ах, ладно, неважно. О, нет, слишком плохо. Это неправильно, потому что ты ошибся. Ах, грусть. Хорошая попытка, 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 что-то еще. Да, ты попытался. Вот, возьми, возьми эту на память. Это паралис хилл. Увидимся завтра. Ой, да, похоже, я все-таки действительно устал от этой игры. Все равно, как я уже не продолжаю играть дальше, но все больше и больше я нахожу себя просто уставшим от переводов, уставшим от всей этой болтовни, уставшим от этих бессмысленных битв и так далее. Так что я прошу прощения за то, что я так вот торможу постоянно. Ох, ладно. Решерам и Зикром жили тысячи лет назад. Они встретили много героев и подружились, поделились своими знаниями с ними. Но правда остается мистика, и мир все еще не идеален. Даже те, кто все еще верит в людей, даже в героев, как глупо. Ну да, действительно, этот мир все еще обречен. Эй, знаешь что? Брюсон популярный, популярная звезда снова. Прямо как он когда-то был. После того, как Брюсон ушел, вызовщики перестали переходить в стадион. Даже если ты не меняешь, все вещи вокруг тебя меняются. Ну да, некоторые изменения, конечно, к лучшему, увы. Ох, жаль, только что я до сих пор не изменился к лучшему, научившись, например, переводить по-английски нормально. Вернее, читать по-английски нормально. И, кстати, все еще ужасные проблемы. Ну что поделать? Еще домедается что-то? Ну наконец-то, хоть одна. Я уже не надеялся. Ну-ка, Evolution Tag. Видимо, из-за количества эволюции, ну блин. Хоть за что-то. У меня есть немного черных поясов, так что дар тебе один. Ну, спасибо, толк-то мне от него. Итак, черный пояс, да? Когда покемоны держат его, бойцовские мувы усиляются. Он был дан мне моей бабушкой. Она была когда-то боевой девочкой. Кошмар, блин. Сколько бесполезных людей жило в те времена. Руды, руды, руды. Руды, которые я обожаю. Ах, здесь должен смеяться. В любом случае, я заплачу тебе хорошо за редкие руды. И не просто руды. Камни, жемчуги, шарды. Все минеральное. Я люблю это все. У тебя есть что-нибудь такое идеальное из этих руд, что может сотрясти мое сердце? Ну да, тот самый маньяк, который можно продавать. Всякие там большие куски золота и так далее за бешеные деньги. Гораздо больше, чем оно стоит изначально. Ну-ка, посмотрим, что можно его продать сейчас прямо. Если я смогу, конечно, найти стоимость. У меня тут так много всякой хрени. Просто кошмар. Огромнейший список из всякого дерьма. Так. Ну-ка, вот обычный кусок золота. Он стоит 5000 рублей. Сколько заплатит за него этот чувак? Ох, мне нравится эта руда. Или типа того. Это кусок золота, а он меня трясет. Я заплачу его за 10 тысяч рублей за него. Да. Сделка сделана. И я получил прекрасную руду, которая мне нравится. Ну вот, короче говоря, ему можно продавать за бешеные деньги. Все наши ненужные вот эти вот руды. Типа, как раз-таки, больших кусков золота, маленьких кусков золота. Всякие там короны и всякое прочее. Кротень, которые я раздобуду в тех или иных местах. Ну, в общем, большое количество детек можно содрать чисто с этого мужика. Ну, понятное дело, для нас это особого значения не имеет. Когда у меня уже практически миллион рублей. Кстати, да. Ну, какие у меня там успехи по истечению 44 серии? Покедерс, 414 покемонов я всего видел. Ну, больше половины покедерсов, по крайней мере, увидел. Это, конечно, далеко не все, к сожалению. Но что поделать. Да. Приключение началось 23 ноября. И почти 100 тысяч рублей. Ну, короче говоря, ой, почти миллион рублей. Ну, короче говоря, я бы хорошо постарался. Как мог. Дегидарный покемон Зикро поделился своей будростью с героем. И распростер свои удары ужасными молниями. Герои этот покемон были так близки, как ребенок и сын. Ой, тьфу, как отец и сын. Это было определенно вдохновляюще видеть их. Ну, что ж. Ладно. И, кстати говоря, тоже есть еще одно интересное место, по которое я забыл упомянуть с самого начала. Даже не знаю, что это записывать сейчас, немножко позже. Там вещь лежит наверху. Можно туда заглянуть как-то в стакане. Но сначала... Ага, понятно, это уже дорога 8. Кстати, из-за того, что сейчас зима, тут сейчас вещи опять-таки тоже недоступны, наоборот. Потому что там лед везде повсюду все перекрывает. Ну что ж, ладно. Мне, в принципе, сейчас нужно бы заняться некоторыми другими вещами одновременно с этим. Блин, я просто сам путаюсь постоянно из-за того, что... Осталось несколько ивентов в разных местах, которые я не посетил. Ладно, хрен уж с ними, со сборами вещей и так далее. Я так на это время потратил немало времени. И стоит тоже заняться действительно важным делом. Тут у нас что-то еще имеется. Муров и Сирус. Да-да-да, я помню все эти места. Там можно было тоже собрать кучку вещей и так далее. И дойти таким образом до дороги 9. Ну что ж, ладно. Пожалуй, есть смысл туда сгонять по-быстрому. В конце серии. Как раз было бы неплохо по-быстрому побежаться. Помню, как меня здесь в конце этой дороги, дороги номер 8, захватила Бианка. Ну, захватила, в смысле, остановила и начала со мной драться. Так. Поэтому можно, в принципе, посмотреть еще раз. Может быть, кто-нибудь тут еще интересненькое появится. Ну, хоть и мало, вероятно, конечно. Тем более, что, опять-таки, я не смогу все собрать. Из-за того, что тут лед и часть вещей просто недосягаема. Ну, или, по крайней мере, была недосягаема в Блэк раньше. Здесь, может быть, они и будут все доступны. Мои покемоны собираются выйдут тебя напрочь. Ну, это серьезная угроза, конечно, от сопляка. Хотя что уж там сопляк? У него же тоже здоровенные и опаснейшие покемоны. Которые, по крайней мере, принесут мне хороший опыт, что уж там. Так что, чего ж я ною? И это все равно полезно. Ой, вапарион. Какая прелесть. Сейчас мы тоже завалим. Мы же всех мочим, к сожалению, без варианта. Никого нельзя погладить, всех можно только убить, к сожалению. Даже как-то грустно, я бы сказал. Драйскин. Ммм, понятно. Стоило догадаться, конечно. Драйскин это довольно интересная, кстати, его способность. Я про нее постоянно забывал. Водой тут, получается, нет, нет, не отобьешься, короче говоря, от него. Ну, ничего страшного. Зато повысил мы специальную атаку, так что будет просто грешно не ударить его ледяным лучом. Хе-хе. Хрязь. Красота. Мы не слишком хорошо разобрались в терминах глупости. Я просто продолжу проигрывать. Фу-то, плевать на него. Я уверен, что это прекрасно быть таким вот таким. Как я знаю каким. Кто был тем, кто решил выбрать эти лучшие светящиеся места? Эх. Блин, как все-таки обида, что я не понимаю английский язык. Основные фразы хоть и можно кое-как перевести, но вот так вот. Стоит только хотя бы одно какое-то слово, которое я не знаю, и все. Я тут же теряюсь и... Блин, прошу прощения еще раз за это. Я не знаю уж просто. Так позорюсь. Эх. Вот хочется играть в эти игры и переводить их. Но вот я не могу. У меня слишком тупой мозг для этого. Нужно, чтобы мой мозг был больше, не знаю. Потому что этот слишком тупой, к сожалению. Ладно. Потерпим, выживем как-нибудь, блин. Через все этот дебилизм. Сплиш, сплошь, звуки. Те, которые раздаются под твоими ногами, не так ли? Так мило. Ну. Блин, еще один странный фетиш. Три кастформа. Гениально. Ирритационная битва без предупреждения даже. Странные вы какие-то, конечно. Ну ладно. Кастформы все равно маленькие и слабенькие, так что их сбить можно очень даже легко. Так. Номер один готов. Номер два готов. Левел ап. И номер три. Причем, ни один из них даже не трансформировался в ледяной тип. Хотя, вроде бы, мы находимся в то место, где он должен трансформироваться. Или стоп, или это движение, трансформация. Ах, неважно. Ты такой сильный и слишком сильный, чтобы быть милым. Вот сволочь, а. Еще оскорбила меня, тварь. Согласно с отпечатками Фортуны, которые говорят, что те, кто оставил эти отпечатки, делают сплюши сплошь. Это тренеры, которых покемонов, которые любят покемонов. Чего? О, ай, я сдаюсь. Ладно. Почти сдался, почти. Мне уже, правда, уже надоело пытаться переводить. Просто я вижу, что это очень плохо и позорно получается. Именно так. Я нахожу скалы, и тогда даю их людям. Вот моя простая жизнь. Твоя скала. Вот, и дам тебе горячую скалу, которую я нашла этим утром. Горячую скалу. Неплохо. Тоже какие-то волшебные вещи. Да, да. Если ты любишь скалы, приходи завтра. В то же самое время, если возможно. Ой, вернее, наоборот, в разное время. Я буду здесь, я обещаю. Хе-хе. Мост Тюбелин. Знаменитый рельсовый мост Юновы. Ну, туда еще рановато идти. Эй, там, потемотский тренер. Я член хип-вейдерсов. Просто как имя обозначает, мы рыбак... Мы команда рыбаков. Если хочешь выучить больше, приходи в мой дом, в Виллэдж Бридж. Не знаю, кто это был, и пошел он нахрен. Нет смысла мне бегать и выяснять, что там за эти идиоты задумывают. Я уже получил суперудочку, так что мне, в принципе, нет, в чем за ней бегать. Нет, потом, разумеется, сбегаю. Я все-таки буду в эту игру играть во фриплее. Но, понятное дело, что это уже побочное немного. Да и во фриплее тоже буду играть, так сказать, ограниченно. Потому что тут просто особо-то нечем заняться. Все самое вкусное, эти уже посмотрят на собранное и так далее. Это Покедекс? Я бы хотел, чтобы показать, если ты покажешь мне различные виды покемонов. А Куку в руку. Кивы наглые, однако, все. Все вам покажи, блин. А Пахари? Ну, терпеть могу в самом деле всех этих сволочей. Бессмысленных. И главное, то она тоже торчит здесь в тонком платьице. Несмотря на то, что здесь как бы мороз и зима. Тоже странная логика. Даже в Покемон Платину потом все-таки главным героям выдали уже теплую фобу. Как раз потому, что они часто бегали в зимних пейзажах. Ой, Дострадон. Тоже прелесть такая. Так, смыть. А здесь, однако, бегают все чуть ли в трусах и в каске по снегу. Я никогда не видел такого покемона. Какого можно явить из-за стартовики нового? Хм, интересно. Если я встречу каких-то плетовых покемонов, которых я увидела в болоте. Или типа того. Настоящий рыбак нетерпелив. Так что мы должны сразиться немедленно. Прекрасно. Один говорит, что рыбак терпелив должен быть. Другой говорит, что он должен быть нетерпелив. Все знают, кого слушать из всех этих идиотов. Ну ладно. Разницы особо, конечно, нет, кого слушать. От них все равно нет никакого смысла, не так ли? Зато в всех этих земляных покемонов очень хорошо бить водными атаками. Даже зная, что это рыбаки их таскают с собой. Левел ап. Все равно уникальный атак, работа против многих. Вискаш. Да, тоже самое. Водно-земляной тип изменяет память. Я проиграл. Это конец. Заорал он, как бешеный. Как я должен... Вернее, как я знаю то, что настоящий рыбак такой нетерпеливый. Потому что мы меняем места постоянно, если мы не можем поймать покемона. Не сказал бы, чтобы это все обосновывало. Ну ладно. Вот, кстати говоря, как раз то самое место, куда вроде бы как трудно попасть. Просто так. Хотя нет, стоп. Вроде бы возможно вполне. Если ты повернешь в зонтик вокруг, это как цветочек, вращающийся под дождем или типа того. Ну ладно. И опять без предупреждения битва. Как-то это странно. Может быть, хоть как-то, не знаю, подсказать, что у вас сейчас будет серьезная и опасная битва. Так. Серьезная и опасная. Ну, это тоже сказано. Ну-ка. Вот так как-то получается. Конечно, всех не удастся ударить супер эффективно, но ведь это не главное, в конце концов. Главное, чтобы они просто сдохли. Да, уж забавно, что у Лудикола здесь такой скромный звук, а в аниме он буквально, наверное, как бешеный. Хе-хе. Так. Ну, в серфе покемонов я опять же видел в Иксе, так что для меня нет никаких сюрпризов. Все старые знакомые лица так и так уже получены. Хотя бы один раз. Даже если, конечно, еще не испытаны в бою и так далее. Кастформс кастовал Рейндэнс. Ну, понятно. Видимо, он меняется только все-таки под эффектами погодных явлений конкретно в самой битве, а не чего-то еще. Флэш Кэнон вроде должен нормально ударить по нему, надеюсь. Нет, к сожалению, ошибся. Ай, ладно, плевать. Мочить, 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 гады, еще раз мочить его. На, сволочь. Это не сработало? Фанбер тоже не сработал нормально. И это тоже так себе сработало. Хе-хе. Бессмысленная глупая битва, как я обычно это делаю. Эх, что поделать. Пора уже, конечно, с этим заканчивать, потому что я уже слишком увлекся игрой в эту игру. Уи-и-и, я буду крутиться вокруг с моим зонтиком, выпускать вводные брызги, пока я вращаюсь, как дура. Кошмар. В дождевые дни использую зонтик. Носи себе... Носи капюшон или замокнешь. Делай, как ты хочешь. Спасибо, что я без тебя бы не догадался делать так, как хочу, блин. Тоже мне... Не знаю, как тебе назвать, короче говоря. Так. Настоящее вдохновение. Так, стоп, 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 стоп. Я, кажется, понял, как можно попасть к той вещи. Стукнувшись в бордой сначала об этого мужика. И... Нет, это не сработало. Ай, ладно, понятно. Можно делать и было и проще. Вот так. Нет, меня не остановите. Если захочу взять вещь, я ее все равно возьму. Хе-хе. Это был Макс Репел. Жалко. Зря потратил время. Но ничего страшного. Тут еще, кажется, как раз таки есть это вот уникальное место, где тоже была куча вещей. Даже не знаю, если спеца туда лезть. В этот Мур оф Иссирус. Толку, по сути, нет никакого туда ползти. Просто так. Да ладно. Скоро продолжим и решим уже, чем я буду заниматься в оставшейся серии этого летсплея. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!